Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ8 в студии Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня сегодня в выпуске. Путешествие с трагическим финалом. Пятеро наших сограждан попали в больницу после того, как микроавтобус, в котором они ехали, угодил в аварию в Румынии. 11 задержанных. Таков итог, прошедших сегодня в Национальной агентстве автотранспорта обыска, в чем обвиняют, расскажем через несколько минут. Драка с политическим подтекстом в Каушанах. Кандидат в местные советники попал в больницу с травмой головы. Все подробности в выпуске. Начнем с обысков, которые прошли в Национальном агентстве автомобильного транспорта. Нагрянули туда правоохранители. Этим утром, как итог, на трое суток задержаны 11 человек. Среди них инспекторы агентства и представители компаний, специализирующихся на пассажирских перевозках. Их подозревают в пассивной и активной коррупции и в извлечении выгоды из влияния. Следили за ними в течение нескольких месяцев. Сотрудники НЦБК совместно с прокурорами по борьбе с коррупцией провели обыски по месту жительства в служебных кабинетах и автомобилях. В результате этих действий были задержаны 11 человек, которые сопроводили в НЦБК для дачи показаний. По данным Генеральной прокуратуры, обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого в прошлом году. В ходе следствия выяснилось, что инспекторы останавливали машины для проверок, а потом требовали и получали от 1 до 9 тысяч лев, чтобы не штрафовать за выявленные нарушения. Кроме того, в прошлом и в нынешних годах было задокументировано несколько случаев активной и пассивной коррупции, а также извлечения выгоды из влияния. Таким образом, было возбуждено еще 7 уголовных дел за завершение противоправных действий. Ванта сегодняшние обыски пока не прокомментировали. Примерно через год после приватизации компании AirMoldova на ее уставной капитал в размере 300 миллионов леев был наложен секвестр. Антикоррупционные органы объявили, что решение было принято в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупном размере при приватизации госпредприятия. Между тем, представители компании утверждают, что этот факт не повлиял на деятельность авиакомпании. Компания AirMoldova работает в нормальном режиме. Ни один из операционных процессов не был нарушен, и все полеты выполняются по расписанию, без каких-либо отклонений. Прокуратура по борьбе с коррупцией расследует серию фиктивных сделок, которые якобы привели к приватизации авиакомпании. Две недели назад директор AirMoldova Юлиан Скорпан был уволен владельцами компании. Расследованием приватизации госпредприятия занималась и специально созданная для этого парламентская комиссия. Депутаты выявили несколько нарушений, которые могут сыграть свою роль при расторжении контракта. AirMoldova была приобретена в октябре 2018 года за 1 миллиард леев двумя бизнесменами, гражданами Молдовы и авиационной компании из Румынии. Пятеро граждан Молдовы пострадали в серьезной аварии в Румынии. ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали 10 пассажиров, все наши, произошло в районе Шиндрилица между Бухарестом и Урзиченами. В него врезался грузовой микроавтобус. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами. На данный момент пять граждан Республики Молдова остаются в больнице с различными травмами. Четыре человека госпитализированы в больницу Сфентул Пантелеймон и один человек в больницу Флоряска в Бухаресте. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи СМУРТ, один спецавтомобиль интенсивной терапии СМУРТ, пожарный расчет, автомобиль для разблокировки и спецтехника для перевозки нескольких пострадавших. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения расстояния между автомобилями на фоне затрудненного движения в этом районе. В генинспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдовы добавили, что следят за ситуацией, а в случае необходимости готовы подключиться для транспортировки наших соотечественников. Шесть человек погибли, еще 26 оказались в больнице с различными травмами. Таков печальный итог прошедших выходных свыше 20 аварий по всей стране. В большинстве случаев ДТП спровоцировали любителей как быстрой езды, так и алкоголя. Полиция вновь призывает граждан соблюдать скоростной режим и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии, как бы мало не употребил водитель. Помните, беспечность может привести к трагедии и смерти абсолютно невинных людей. Как ни печально констатировать, но минувший уикенд оказался богат на аварии. В семи случаях произошло лобовое столкновение в пяти. Были сбиты пешеходы, в остальных автомобили, либо врезались в различные препятствия, либо перевернулись. Одна из тяжелых аварий произошла в столичном секторе Ботаника. Там насмерть был сбит велосипедист. Еще пять человек погибли на дорогах Чадырлунского, Страшенского, Единицкого и Рыжканского районов. Как правило, причина дорожно-транспортных происшествий – превышение скоростного режима, опасные маневры и вождение в пьяном виде. По данным Национальной патрульной инспекции, за эти выходные были выявлены полсотни водителей, которые оказались не трезвы, а более четырех тысяч нарушили скоростной режим. Еще 113 автовладельцев не соблюдали дорожные знаки и не уступали дорогу. Всего за два дня патрульные зафиксировали более 800 нарушений правил дорожного движения. Одни хвалят, другие критикуют. Правда, разрыв между этими двумя лагерями существенный. Лишь 6% респондентов, принявших участие в очередном социологическом опросе, высказали удовлетворение стадневной деятельностью нынешней правящей коалиции. А вот каждый десятый вообще не впечатлен совместной работой АКУМ и ПСР. О чаяниях и надеждах наших граждан в нашем следующем материале. Чуть более 60% респондентов считают, что наша страна движется в неверном направлении. Только без малого 24,5% считают, что Молдова движется в правильном направлении. Предыдущие опросы, как отмечают авторы исследования, показывали, что прежним правительством были недовольны гораздо больше людей. То, что произошло, решения, которые принимаются сейчас, обсуждения, проходящие в парламенте, внушают людям уверенность в том, что в Молдове всё может измениться к лучшему. Спустя 100 дней, с момента создания коалиции ПСРМ АКУМ лишь около 7% граждан очень довольны тем, как управляют страной. Более трети респондентов ответили, что не почувствовали перемен. Почти 23,5% не очень удовлетворены нынешним положением дел. А каждый десятый молдаванин недоволен правящим альянсом. Можно отметить наличие изменений в лучшую сторону. Они не очевидны, не столь масштабны, но есть надежда на их совместное сотрудничество, которое почувствует население. Социологическое исследование 100 дней деятельности правительства Майя Сану, по мнению населения, было проведено Ассоциацией социологов и демографов Молдовы с 11 по 20 сентября. В опросе приняли участие 1189 респондентов из 88 населённых пунктов страны. Погрешность составляет плюс-минус 3%. И в продолжение темы. Бывший лидер демократов исчез не только из страны, но и из опросов. Его имя забыто респондентами. А вот президент Игорь Дадон продолжает лидировать среди политиков, которым доверяет наше население. За ним следуют Майя Санду и Андрей Настаси. Такие данные содержатся всё в том же исследовании Ассоциации социологов и демографов Молдовы. Согласно опросу, глава государства Игорь Дадон пользуется наибольшим доверием среди молдаван. За ним следует премьер-министр Майя Санду, почти 18%, и Андрей Настаси, чуть более 8%. Бывший лидер ДПМ Влад Плохотнюк, покинувший страну в июне, не фигурирует в опросе. Влад Плохотнюк находился на третьем или четвертом месте среди тех, кому доверяло население. Он покинул страну без объяснения причин, и население не поняло его жест. В анкетах практически никто не написал его имя. Данные исследования также показывают, что если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы четыре партии. Это ПСРМ, ПДС, ППДП и ДПМ. За социалистов готовы проголосовать более 31% опрошенных, за ПДС чуть более 16%, платформу до 7,3%, а за Демпартию около семей. Избирательный порог в данном случае не прошли бы наша партия, ПКРМ, партия ШОР и другие политформирования. Парламентарии стали называть партию не ШОР, а КРОЛ, а это означает, что вся ответственность возлагается на депутатов от партии ШОР, особенно на этих женщин, которые были арестованы. В столице ПСРМ занимает первое место среди предпочтений 770 опрошенных. Таким образом, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы на должность мэра, Ион Чабан набрал бы более 35% голосов избирателей, а Андрей и Настаси немногим более 30%. В конечном итоге состоялся бы второй тур, как это было и на предыдущих местных выборах. Результаты также показывают, что еще 9% не будут голосовать, а почти в 18% не определились, за кого отдать свой голос. Прокуроры не нашли доказательств, подтверждающих, что социалистов незаконно финансировали из России. Уголовный процесс был начат после того, как один из телеканалов, принадлежащих экс-лидеру ДПМ Владу Плохотнюку, опубликовал видео, на котором президент Игорь Дадон якобы говорит о том, что ПСРМ получает от Российской Федерации около 800 тысяч долларов в месяц. В ответе Зиару Дегарды прокуратура по борьбе с коррупцией указывает, что приказ об отказе был подписан 8 июля, после того, как сотрудники правоохранительных органов проанализировали видеозапись дискуссии между Игорем Дадоном и Владимиром Плохотнюком. Видео было снято во время переговоров о формировании правящего альянса. С 1 апреля у нас ничего не осталось. Вчера я разговаривал с казаком. Каждый месяц они дают деньги ПСРМ. Да, на поддержку. Около 600-700 в месяц. Не верю. Не верите? Честно говоря, уже надоело. Мы говорим лично сейчас, а не о компании, о действиях. Только мы говорили с вами. Идут на поддержку партии. И я думаю, что мы должны увеличить на 700-800, чтобы поддержать партию. Через несколько дней после публикации видео генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном финансировании ПСРМ. А бывший генеральный прокурор Эдуард Харунжин отмечал, что несколько человек были заслушаны. Ранее депутаты от парламентского большинства, состоящего из депутатов-социалистов и окумовцев, отклонили инициативу фракции ДПМ о создании комиссии по расследованию, которая выяснит, получала ли партия социалистов деньги из России. Тем временем Дадон заявлял, что видео смонтировано, а слова были вырваны из контекста. Претенденты в градоначальники продолжают соревноваться в обещаниях. Что правда из всего этого, а что нет, остается решать избирателям. Ну а на фоне предвыборной кампании в Каушанах произошел неприятный инцидент с кандидатом в местные советники. Подробности в нашем электоральном блоке. Кандидат на должность местного советника от партии «Демократия дома» попал в больницу с ранением головы после того, как его избили на одном из мероприятий. Инцидент произошел в Каушанах. Лидер местной организации этого политформирования обвиняет группу людей, которые якобы контролируются депутатом от Демпартии. Последний баллотируется в примары этого населенного пункта. Демократ обвинения о проверке назвал информацию ложью. Драка произошла в одном из развлекательных заведений Каушан. Мужчина, который пытается стать советником, утверждает, что его ударили по голове, а затем избили ногами до крови несколько человек. Из них он знает лишь нескольких. Они сказали, что кто не голосует за Репещука, тот и прицепились ко мне, так как я был единственным, кто сказал, что у каждого свое мнение. Между тем, потерпевший не верит, что речь идет о политической расправе, за спиной которой стоит кандидат демократов на пост примара в этом городе. А вот его коллега по партии, претендующий на Каушанскую примарию, придерживается другого мнения. Вячеслав Змео, который рассказал об этом случае, обвиняет в произошедшем Репещука, отметив, что среди агрессоров был его зять. Его пригласил на день рождения родственник господина Репещука. Вчера вечером его избила группа лиц, которые были из клана Репещука. Это клан, преступная группа. В свою очередь, сам депутат-демократ отрицает свою причастность к инциденту и говорит, что не знаком с нападавшими. Никакой группы не может быть, потому что я уже 8 лет как примара-депутат. С такой грязью вы не достигнете высоких должностей. Это заблуждение. Думаю, что мой контркандидат Вячеслав Змео изобретает велосипед. Правоохранители расследуют произошедшее. Демократ Григорий Репещук занимал должность примара Каушан с 2011 по 2019 год. На это кресло сейчас претендуют 11 кандидатов. В число отремонтированных улиц и тротуаров в столице утроится. Кандидат от партии социалистов Ион Чабан утверждает, что увеличит средства, выделяемые на ремонт дорог, если возглавит столичную мэрию. Социалист утверждает, что уже разработал план модернизации инфраструктуры и даже представил журналистам фотографии за асфальтированного полотна с разметкой и чистейшими тротуарами. Сегодняшнее мероприятие Ион Чабан провел в музее истории, расположенном в водонапорной башне. Как мы хотим, чтобы выглядел Кишнев через 20 лет, где дети играют в безопасности, где есть хорошие дороги, обустроенные тротуары, а не разбитые. Социалист тщательно подготовился и представил журналистам на огромном экране видеоролик о разбитых дорогах в столице. После представил ролик с размеченными дорогами, отремонтированными тротуарами и освещением, что, по словам Чабана, является частью его плана работы. Эти работы будут проведены качественно и в срок. Для регистрации в предвыборной гонке на пост генпримара столицы документы в избирательный окружной совет Кишинева подал 21 кандидат. Сейчас зарегистрировано 7 кандидатов. Это социалист Ион Чабан, Доник Андрей от профсоюзного движения «Спиранца Надежда», кандидат от партии «Воля народа» Теодор Кырнац, Валерий Мунтиану от партии «Союз спасения Бессараби», Валерий Клименко от партии «Шор», кандидат от общественно-политического движения «Новая сила» Виктор Керонда и Виталий Возной от Европейской партии «Левых». Движение интеллектуалов, которое сейчас поддерживает директора одного из столичных лицеев Бориса Волосатого в борьбе за кресло мэра Кишинева, призывает все партии унионистов выдвинуть единого кандидата. Они утверждают, что должны выбрать лучшего конкурента, чтобы противостоять социалисту Иону Чабану во втором туре. Ради этого готовы даже отозвать своего кандидата. Мы хотим сохранить Кишинев и продвигать его, как вторую столицу Румынии. Движение интеллектуалов заявляет, что существует потребность в едином кандидате для представления интересов унионистов в руководстве мэрии, а из-за большого количества конкурентов в этой области правые только проиграют. Только один кандидат от нашего сегмента унионистов сможет победить Иону Чабана во втором туре и иммобилизовать разочарованный электорат. Несмотря на свою поддержку Бориса Волосатого в качестве кандидата на кресло генпримара, интеллектуалы говорят, что готовы отозвать его, если окажется, что другого конкурента униониста поддерживает больше граждан. Некоторые из претендентов не хотят с нами разговаривать. Они смотрят в потолок непонятно куда. Мы готовы отозвать в случае, если и другие это сделают в пользу лучшего кандидата. Я хочу мобилизовать всех тех, кто считает себя и чувствует себя румынами. Голосуй за униониста. Вы голосуйте за факты, а не за слова. Борис Волосатый уже почти 30 лет руководит столичным лицеем имени Георгия Осаки. Он баллотировался на парламентских выборах этой зимой по 33-му одномандатному округу, где в итоге победил лидер ППДП Андрей Анастасий. Волосатый зарегистрировался в предвыборной гонке от партии «Демократия дома» во главе с Василием Костюком. Критика первых 100 дней деятельности правящего альянса льется как из рога изобилия. На сей раз отличились демократы, которые еще три месяца назад находились у власти. Так Павел Филипп заявил, что новое правление ничего из обещанного не сделало, взамен увеличило тариф на электроэнергию и налоги на ряд видов деятельности. За 100 дней правления мы чувствуем, будто люди купили продукт, о котором видели много телевизионной рекламы. И теперь, после испытательного срока, они поняли, что все это было просто рекламой. Павел Филипп вместе с депутатами-демократами раскритиковал новую власть за то, что в обход обещаний в Конституционный суд НЦБК и прокуратуру были назначены политики. Они вошли в юстицию как слон в ювелирную лавку, с угрозами на заседании Высшего совета магистратуры, с ультиматумами для судей и поделили между собой НЦБК и Генеральную прокуратуру. Демократы выразили возмущение и тем фактом, что несколько инициированных ими социальных проектов, таких как «Хорошие дороги» и «Первый дом», получили меньше средств из бюджета. Они также подвергли критике повышение налога для сектора Харека, а также недавно объявленное повышение тарифов. Для сравнения, за первые 100 дней работы нашего правительства электричество подешевело на 10%, а тарифы на газ были снижены почти на 11%. Мы все еще ждем ответа на вопрос, где те 400 миллионов лея в месяц, о которых правительство объявляло, что это часть схем. Министр экономики поспешил ответить обвинениям на обвинения. Сегодня же депутаты от ДПМ направили запрос в Конституционный суд просьбой отменить все поправки к закону о прокуратуре, принятые на прошлой неделе. Отчет о 100 днях работы правительства премьер Майосанду представит завтра, 24 сентября. Невиданный случай в Молдове. Два бизнесмена узнали об открытом на них уголовном деле за выращивание технической конопли. Собрать ее не могут. Сетуют на запрет полиции. Свои потери, а это 30 тысяч евро, равно столько было вложено в дело. Мужчины намерены вернуть через суд. Между тем, в Минсельхозе выразили удивление, что такой бизнес может прогореть. Ведь сбор конопли подобного рода пойдет на пользу государственному бюджету. Бизнесмены говорят, что при открытии конопляного дела вдохновение черпали из Румынии. Там выращивание технической конопли – обычное дело. Приобрели семена и арендовали земельный участок в Страшенах площадью 4 гектара. На все про все ушло 30 тысяч евро. Техническая конопля не требует ограждения. Но, учитывая, где мы живем, мы решили иметь и камеры, и склад, и ограждение, ворота. Из одной тонны семян конопли бизнесмены надеялись получить до 12 тысяч евро. Однако пока понесли лишь потери. Две недели назад сотрудники правоохранительных органов объявили о возбуждении уголовного дела на имя одного из них за сокрытие выращивания конопли. Таким образом, им было запрещено собирать урожай. Пока суть до дела – растения заросли сорняками. Потери будут огромными. Нужно взять две цифры. То, что мы потратили, и деньги, которыми мы могли бы оплатить существующие у нас долги. В июне правоохранители взяли образцы растения на анализ. Владельцы тоже проверили коноплю у независимого эксперта и пришли к выводу, что этот вид содержит крайне низкий уровень наркотических веществ. Где-то 0,01%. Но этот процент не воздействует на центральную нервную систему. Чтобы попасть под запрет, доза должна составлять минимум 0,03%. То есть, чтобы получить наркотики из этого типа конопли, потребуется около тонны растений. Конопля, используемая в наркотических целях типа индика, вырастает максимум до 70 сантиметров в высоту. Но здешние растения достигают двух метров. Будучи сативной разновидностью, даже лист совершенно другой и не оказывает эффекта при употреблении. Специалисты Министерства сельского хозяйства подтвердили нам, что вид каннабис-сатива является чисто промышленным и может принести экономические выгоды, если его переработка будет поддерживаться на государственном уровне. Это растение позволило бы производителю на небольшой территории получать большую прибыль, не нанося вреда здоровью других людей или государству. Напротив, государство получило бы больше средств в бюджет. Подробности об открытом Страшенской прокуратурой уголовном деле нам узнать не удалось. В пресс-службе местной полиции после консультации с руководством попросили нас обратиться с официальным запросом, пояснив, что разглашение информации может навредить ходу следствия. Впрочем, здесь подтвердили, что такой случай был зарегистрирован правоохранительными органами. Между тем, в Управлении по борьбе с наркотиками говорят, что не знают об этом случае, так как растения не предназначены для потребления в виде наркотиков. Тем временем предприниматели готовятся искать справедливости в суде, чтобы возместить свои потери. И признаются, свой бизнес не застраховали. Я желаю вам доброго вечера, увидимся завтра. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Молдавские ковры стали высоко цениться в Европе. В частности, речь идет о тех, которые производятся в западной части страны, а именно в Унгенах. Известные эксперты и блогеры пишут о высоком качестве и уникальном дизайне ковров, которые производит компания Ковари Унген, известная в Европе как Молдобела. К примеру, вот какой отзыв оставил один из популярных в Великобритании блогеров по дизайну интерьера. Молдавские ковры – это больше, чем просто аксессуары. Они являются выражением творчества, формы искусства и частью культурной самобытности. Свою высокую оценку нашим коврам дала и одна из экспертов в Испании. Пишет, что была приятно удивлена стилем ковров, которые идеально вписались в цветовую гамму ее дома. Ковры сочетают в себе простоту и изысканность, избегая дизайнерских перегрузок. Это секрет успеха. Мы выбрали коллекцию благодаря дизайну и цветам, таким спокойным и элегантным. Неудивительно, что с мнением экспертов соглашаются и покупатели. Последние оставляют только положительные отзывы при покупке ковров в интернет-магазины. Это тоже новинка для компании. Чтобы быть ближе к клиентам, Ковари Унген решили отказаться от посредников и реализовывать свою продукцию на онлайн-платформах. Интересы конечного потребителя часто отличаются от интересов этой цепочки, которая лежит между производителем и конечным потребителем. Теперь унгенские ковры можно купить в любом уголке мира по отличной цене на нескольких сайтах. К ним относится Амазон, крупнейший в мире онлайн-магазин. Мы сами не ожидали такого отзыва покупателей практически все на пять звезд. Ковры компании Ковари Унген изготовлены из тонкой биоразлагаемой шерсти, самого высокого качества. Они гипоаллергенны, так как не накапливают пыль. Стиль каждого из них создается индивидуально, а в коллекции вы можете найти более 7,5 тысяч уникальных дизайнов. КОНЕЦ